Звук есть, можем с вами начинать. Я напоминаю, что сегодня у нас вебинары что в 11 утра, что в 5 вечера. Это повтор вебинара от 10 сентября. В связи с тем, что у нас 10 числа было, к сожалению, ограниченное количество участников. Система не пускала выше 100 человек. Поэтому сегодня мы повторяем его. Не ждите, что я привнесла, конечно, что-то новое. Но те, кто не были на том вебинаре, кто не попал в ту сотню счастливчиков, те, соответственно, сегодня, я думаю, с удовольствием послушают. Окей. Итак, тема у нас сегодня – это организация проектной деятельности в начальной школе «Воспитываем маленьких исследователей». То есть мы с вами поговорим не просто о том, что такое проектная деятельность, а постараемся дойти в конце нашего вебинара до таких золотых, можно сказать, правил того, как все-таки не отбить у ребенка желание исследовать что-то, желание заниматься творческими проектами, творческой работой. И, соответственно, мы с вами будем об этом, обо всем говорить. Начать мы, естественно, должны, мне кажется, с небольшого такого приятного вступления. Это будет цитата Александра Ильича Савенкова. «Ребенок – это исследователь по своей природе». То есть как раз то, что я закладывала в тему вебинара. То есть мы будем говорить о том, что у ребенка уже с самого рождения закладывается любовь к творчеству, есть жилка исследовательская, просто достаточно ее найти и развивать. Для того, чтобы говорить о проектах, нужно нам посмотреть еще раз на определение, что же такое метод проектов. Это совместная деятельность учителей и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы. Это определение бензиномных полот, можно еще подробнее почитать в ее книгах. О методе проектов. А метод проектов – это от души выполняемый замысл. «Hearty, purposeful act», так говорил Уильям Филл Патрик. И он же считал, что любой проект проходит четыре фазы. Это фаза замысла, фаза планирования, исполнения и оценки. И считал также, что в проект не должен вмешиваться педагог. То есть ребенок должен выполнять проект самостоятельно. Пускай у него будет получаться не с первого раза, не все будет прекрасно, но главное, чтобы он достигал этого сам. Немножечко из истории метода проектов. Начало, возьмите метод проектов в начале 20 века в Америке, в США. Основополагателями были Джон Дьюи и его ученики Уильям Филл Патрик. В 1918 году вышла статья Филл Патрика, которая называлась «Метод проектов». В 1905 году уже у нас, в России, под руководством Станислава Теофиловича Шарцева была организована группа педагогов, группа сотрудников, которая пропагандировала метод проектов среди российских педагогов. В послереволюционный период по инициативе Надежды Константиновны Крупской метод широко применялся в школах, но в 1931 году метод был осужден как чуждой советской школе и не использовался вплоть до 80-х годов 20 века. И лишь в начале 90-х метод проектов вернулся в российские школы благодаря профессору Евгению Семеновичу, которая его обратно ввела. И это все те исследования, которые вы неоднократно встречали, читали, и мы используем их на каждом уроке. Это метод проектов, это обучение в группах сотрудничества, collaborative learning, то есть все, что связано с групповой работой учащихся. Но мы, в принципе, раз говорим сегодня с вами о методе проектов, когда мы о чем-то говорим, нам нужно знать, зачем нам это все, зачем же нам нужен метод проектов. Он позволяет научить учащихся самостоятельному критическому мышлению и умению работать с информацией. Согласитесь с этим, нельзя поспорить. Когда ученик готовит какой-то проект, сам ли он это делает, с небольшой помощью педагога, в любом случае ему приходится над чем-то мыслить, над какой-то статьей, над каким-то текстом из учебника, над предложенными, может быть, какими-то иллюстрациями, которыми нужно что-то выбрать из него. В любом случае у него будет работать в данном случае именно критическое мышление. И он должен потихонечку, начиная с второго класса, уметь начинать уметь работать с информацией, то есть он этому учится. Позволяет нам метод проектов научить размышлять, опираясь на знания фактов, закономерности науки, делать обоснованные выборы. То есть не только из статей, из книг, но и из повседневной жизни, из своего собственного опыта, учащиеся также могут что-то привнести в проект. Соответственно, это они тоже могут все использовать, и нам важно, чтобы они это умели находить. Такие вот неизвестные какие-то факты, может быть, какие-то факты из личной жизни. Здесь будут, мы сегодня посмотрим с вами примеры из курсов и способий, и вы увидите, что вплоть до того, что детки когда делают, у нас, например, Family Tree, естественно, они должны вспомнить о своих предках, как звали бабушку, дедушку, может быть, вспомнить, как звали прадедушку и прабабушку. То есть это, да, такое немножко принесение личного, но это, тем не менее, будет такой вот, да, звездческий проект. Научить принимать самостоятельно аргументированные решения, то есть после того, как ребенок поработал, с каким-то текстом, с какой-то информацией, может быть, с какими-то сайтами в интернете, может быть, иллюстрации какие-то подобрал, он должен сделать аргументированный вывод, что он будет использовать для проекта, а что он не будет использовать. Научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. Ну, здесь с этим нельзя поспорить, то есть когда у нас ребята работают в группе, естественно, для некоторых это будет сложно, для кого-то это будет очень легко. В любом случае, они все должны прийти в итоге к одному решению, к одному выводу, да, не поссориться, а максимально, да, работать вместе. Коллеги, у кого проблемы со звуком, пишут, что нет четкости, пропадает звук, попробуйте заморозить видео со мной, для этого наведите курсор мышки на видео со мной, у вас справа появится значок камеры, щелкните на него, и звук у вас станет лучше, потому что меньше скорости интернета будет уходить на загрузку видео. Итак, проекты в начальной школе. Мы говорим сегодня именно о не самих таких крупных проектах, потому что, в принципе, когда мы говорим именно о методе проектов, мы подразумеваем что-то крупное, что дети будут готовить, как правило, да, не один лог, а менее двух. Звук плохой, очень плохо слышно. Коллеги, я еще раз говорю, что если бы мне 88 человек написали, что очень звук плохой, тогда бы мы у себя проблемам поискали, но я думаю, что это проблема с корсой интернета. Поэтому я советую вам все-таки под «Выключить видео со мной», для этого заморозьте видео, кликните на значок камеры, который у вас отвечивается справа, когда вы мышкой наводите на меня. И у вас тогда будет явно звук четче и лучше. Вот видите, коллеги пишут, что у них хороший звук, и все слышно. Так что это либо какие-то проблемы с интернетом, либо, может быть, это может браузер. Поэтому громкость такая же. Если вам тихо, то попробуйте звук порегулировать. Он тоже там есть. Не скажу вам сейчас, где-то на новой платформе со звуком все регулируется. Поищите тоже. Но в любом случае будем с вами продолжать, потому что... А, ну вот я вижу уже, все, стало лучше. Хорошо. Итак, в начальной школе у нас дети еще только учатся делать проекты. Поэтому это нельзя назвать таким полноценным масштабным проектом. Согласитесь, нельзя это сравнить с тем, что у нас учащие сидел в старшей школе. Поэтому в начальной школе считается, что у нас ребята пополняют проектные задачи. То есть именно проектные задачи мы сегодня с вами и посмотрим на примерах из курсов и пособий издательства титулов. Соответственно, прообразом проекта в начальной школе и будут являться проектные задачи. То есть что это такое? Это прообраз проекта. И проектная верность в начальной школе – это, конечно же, зона ближайшего развития. Да, та самая ЗБР по Выгодскому. То есть мы всегда будем забегать немножко вперед с ребятами, когда делаем тот или иной проект. Допустим, ребята пришли у вас во второй класс, и в самом начале, не знаю, где-то через 10 уроков у вас будет небольшой творческий проект, скажем, на котором нужно будет что-то разрезать ножницами, либо как-то специально сложить лист бумаги, чтобы получить какую-то поделку, что-то где-то на этом подписать. И после этого у них получится какая-то определенная вещь, которая им потом понадобится в работе. Она будет такая, скажем, практикоориентированная. То для того, чтобы это все сделать, у нас ребята не все приходят с одинаковым уровнем подготовки, в том числе и мелкомоторики. Поэтому они будут, соответственно, по-разному работать. И с ножницами, и с листом бумаги, как они будут сворачивать. И подписи у них у всех будут по-разному, потому что они даже руку при письме еще держат не все одинаково. Согласитесь, то есть это будет такое вперед-забегание, то есть это будет действительно зона ближайшего развития. Каждый проект будет в степе задействовать что-то, что пойдет им в пользу и в будущем принесет результат. ЗБР – это зона ближайшего развития. Можете почитать, да, коллекция уже подсказывает, можете почитать еще дополнительные исследования по этому. То есть это очень-очень часто применяется, не только в начальной школе, а в принципе вообще. Но в начальной школе это закладывается, вот просто проектная деятельность, это самый хороший такой черпичик в базу для зоны ближайшего развития. Потому что детки еще не понимают того, что вы немножечко забежали вперед с каким-то, может быть, явлением. Какое-то, может быть, слово им подсказали, они его на своем проекте как-то записали, да, в заглаве, скажем. Бывает такое, детки спрашивают, а вот как мне перевести, и вот не знают, как это слово будет. И вы вот часто сомневаетесь, например, подсказать или говорить, что нет, используя вот другое слово, которое мы уже выучили. В принципе, ничего страшного, если вы им такое одно слово когда-нибудь там раз в 10 уроков подскажете, они его где-то запишут и будут горды собой, что они что-то сегодня новое такое выучили, да. Вы просто немножечко забежите вперед. Вот и все. Посмотрим на такой пример. Я сразу вам говорю, что у вас есть такие, да, внизу, увеличительные стеклышки, да, под слайдом плюс-минус. Если вам мелко, вы можете себе сами приближать. На новой платформе у нас теперь это будет именно так. То есть вы себе сами по своему удобству экрана либо приближаете слайд, либо делаете его меньше. Зачем я показываю вам этот пример? Пример из учебника happyinters.ru для второго класса. Как вы думаете, где же здесь проектная задача? Да, вот уже коллеги пишут, что это и студентный учебник Клара Саковна-Каукман. Где же здесь проектная задача? Мы не будем пока это все-таки называть проектом, да, детки совсем маленькие, второй класс. В восьмом задании абсолютно правильно пишут Людмила в чате. Ребята у нас должны разделиться на несколько команд. До этого они уже, да, потренировались, попели песню, поработали с ней, да, на совете, слушали песню несколько раз, да, уже про все звуки, которые животные издают, поговорили, запомнили. Они у нас в восьмом задании делятся на несколько команд, распределяют роли песни и готовятся ее инсценировать. А, соответственно, на следующем уроке они уже проводят конкурс на лучшую инсценировку песни. То есть вот такой вот своеобразный уже, да, проект. На этом примере, тоже из учебника happyanglish.ru, но уже для третьего класса, посмотрите, я сразу поместила страницу, слева у нас страница из учебника, справа то, как это задание выглядит в рабочей циферате, то есть там, где его ребята будут оформлять. Проект у нас здесь, да, второе задание. Нужно представить, что любимая игрушка могла бы написать о том, как ты обычно проводишь время. И, соответственно, нужно этот рассказ оформить, игрушку нарисовать, да, приклеить фотографию. Но, как правило, фотографию нам всегда бывает жалко. Поэтому ребята, я думаю, с удовольствием ее нарисуют. Это не так для них сложно, это только, да, такая дополнительная мотивация. И они пишут, конечно же, с точки зрения, да, как бы игрушка бы о них что-то бы рассказала. Тоже такое проектное задание. Редапт для второго класса, да, это книга для чтения. Прочитая инструкцию, сделай свое фамильное древо. То есть то, что я до этого, да, вам говорила, как пример. Действительно, ребята, смотрите, используют инструкцию. Инструкция такая очень красочная, с картинцами, с подписями. То есть если что-то непонятно, можно обязательно это прочитать. Тем не менее, да, есть такая подсказка, как иллюстрации. И ребята уже дальше это фамильное древо оформляют. То есть они либо доходят, да, там, до бабушек, дедушек, либо, может, еще дальше смотрят. Примеры изменили для третьего класса. Ребята здесь у нас играют в игру. Но играют они в нее не просто так. Они до этого делают специальную поделку робота, на котором они изображают, да, картинками, что робот умеет делать. То есть не словами, а иллюстрациями. Смотрите, они даны справа внизу, да, на 43-й страничке. То есть робот может, к примеру, там, гулять, либо подпрыгивать, да, и когда ребята будут уже в когнитативной игре использовать эти две поделки, то есть поделка в данном случае выступит еще и практическая такой, да, часть. Она будет практикоориентирована, она необходима будет для последующей игры. То есть такой мини-мини проект, да, мини-проектная задача, но она обязательно, посмотрите, с определенным выходом. Это уже действительно такие, да, замахи на огромные проекты происходят всего лишь, да, в втором-третьем классе. Enjoy English для второго класса. Посмотрите, ребята выполняют проект, он всегда с кем нравится. Они должны сделать смешную закладку. У них есть полностью описание, что им для этого понадобится, и рисунками, и словами, да, и полностью подробная инструкция, как сделать закладку. Самое главное, они не просто так ее делают, да, хотя она, естественно, да, практикоориентирована, потому что ее можно использовать, чтобы закладывать какие-то странички в книге. Они еще рисуют своего питомца, или какое-то животное, которое им нравится, если у них дома нет домашнего животного, и пишут о нем. То есть они делают такую небольшую загадку. Получается у нас закладка с загадкой. После этого они зачитывают текст, не говоря, о каком питомце они его написали, и если сосед угадывает, то он закладку получает в подарок. Ну, посмотрите, да, такой вот интересный проект. О проектах, в принципе, мы с вами поговорили, но чтобы немножечко подробнее в этом разобраться, нам стоит посмотреть на типологию проектов, то есть какие бывают проекты, типы проектов. Они делятся по разным принципам, по разным направлениям. Например, по доминирующей в проекте деятельности выделяют исследовательство, поисковые проекты, творческие проекты, ролевые проекты, практикоориентированные проекты и ознакомительно-ориентировочные. Смотрите, в принципе, да, у нас здесь либо что-то связано с творчеством, либо с выходом в практику, либо это какой-то поиск информации, то есть это какая-то проблема, которая еще была, да, недостаточно исследована, либо это будет полностью исследовательский проект, когда ребята даже проводят какие-то опросы, да, небольшие, там, как в классах, например, так и между классами могут быть опросы. Либо ролевые проекты, это когда у нас, как с инсценировкой песни, да, такой мини-проект, но там они довелись по ролям, что-то выполняли, каждый свое, и в итоге у них получился общий проект, который был выполнен в группе. Примерно измели для третьего класса. Посмотрите, ребята делают открытки. Они их делают не просто так, а делают для того, чтобы подарить после этого, да, либо другу, либо маме, либо еще кому-то. Для этого они проводят исследования. В первом упражнении их просят, да, провести исследование, а именно узнать, что бы хотел тот или иной, да, ребенок в классе получить на день рождения, да, и что он обычно делает на такой, да, своей, да, своей девочкой партии, на вечеринке через день рождения. После того, как с нескольких ребят каждый подошел и собрал такую небольшую информацию, заполнили табличку с этой информацией, и можем уже ее использовать, потому что мы уже знаем, что понравится соседу, да, допустим, по партии, чтобы было нарисовано на открытке, пусть он хочет получить в подарок, именно если девочка, может, она хочет в подарок красивый цветок в горшке, да, причем бы его не изобразить и не подписать какие-то приятные пожелания, что, например, здорово, если бы было на вечеринке в честь дня рождения. Ознакомительно ориентированные проекты, то есть посмотрите, они должны быть на что-то определенные проекты ориентированы, у нас сегодня, по-моему, такой пример тоже будет, при этом они знакомятся абсолютно с чем-то новым, то есть это такой будет проект, в котором будет введена какая-то что-то абсолютно новое для ребят, он более будет обобщенный, он идет в последнем перечислении, да, типологии проектов. Смотрите, да, я их и перечисляю от самого такого сложного и самого, наверное, действительно правильного проекта, то есть все-таки для нас, да, проект это когда мы что-то исследуем, до чего-то доходим с помощью этого исследования, да, это проще как диссерационная работа, это, ну, в уменьшенном, конечно, в варианте. При этом, да, в исследовательскую обязательно входят и поисковые проекты, когда мы что-то разыскиваем, ищем какую-то информацию, собираем ее, да. Есть еще проекты, кстати, информационные, да, просто я сюда их не включала, потому что это вот из определенного источника, чтобы их не перемешивать между собой. Тем не менее, да, творческий проект может всегда также включать, в принципе, и поиск, и исследования, да, то есть они все идут, вот, прикруют, да, они все в итоге все равно к исследовательскому проекту, либо к такому более творческому, да, они могут быть сразу нескольких типов по доминирующей деятельности, они могут быть, например, исследовательские, запятая, практикоориентированные проекты. Вот как раз тот пример, о котором мы сейчас и говорили, да, с открыткой, когда они проводили и исследования, и при этом вышли в практику. Если бы это был какой-то, ну, совсем неизвестный для них, да, аспект, ну, здесь день рождения, конечно, в принципе, в начальной школе они всегда будут знакомые аспекты для ребят, потому что авторы не берут, как правило таких сложных, сложных тем. По поводу ссылки на вход не пришла вовремя. Обычно, коллеги, когда регистрируйтесь на interfitters.ru, мне просто иногда непонятен этот вопрос, вам в этой табличке, в которой у вас отображаются все вебинары, в которых вы участвуете, через секунду буквально сразу же отображается ссылка для входа в виде гиперссылки. Просто написано «Ссылка для входа». Вы ее кликаете и сразу переходите. Я никогда не дожидаюсь даже, когда приходит, придет письмо на почту. То есть это абсолютно не нужно. Я, если на этой странице отправляю на регистрацию, да, заполняю заявку на регистрацию, допустим, на вебинар, здесь же сразу же и будет появиться гиперссылка, затем куда-то в лишний раз в почту переключаться. Следующий пример – это из Enjoying, даже до второго класса. Смотрите в рабочей тетради, да, до этого они у нас делали с вами закладку, а сейчас они делают уже более такую масштабную вещь, они делают книгу, которую подарят своему другу. Книгу они делают по определенным шагам. У них опять есть, да, перечисление того, что им понадобятся, инструменты, да, какие-то вещи определенные. Соответственно, они все делают по этим шагам и оформляют это, да, как настоящую такую книгу. Они пишут и кто был художник, и кто автор книги, да. То есть посмотрите, здесь все как у взрослых. Такой вот тоже будет проект. Редап для третьего класса. До этого мы видели пример из редапа, тоже такой, да, был довольно сложный, с Family Tree. Здесь у нас он практикоориентированный, потому что ребята делают кормушки для птиц. Возвольте, это необходимая вещь, в принципе, да, и мы здесь отнесем сразу и изучение английского языка. Конечно, мы с этого никуда. Смотрите, предметное содержание у нас не потерялось, оно здесь есть, нам по заданию нужно расставить в правильном порядке выполнение тех или иных шагов, да, они у нас пронумерованы в картинках, но не пронумерованы в описании. То есть, да, здесь все-таки с усложнением, да, такой идет проект. Проще было бы пронумеровать картинки, а с написанием, да, но здесь идет с вот таким немножко усложнением. Звук тихий, звук тихий где-то у вас на компьютере, я вам точно говорю, потому что у коллеги пишут, что звук хороший. Предметно-содержательные области выделяют монопроекты, то есть это проект в рамках одной области знаний, и межпредметный проект. Как правило, проекты по иностранному языку будут межпредметные. Почему, как вы думаете? Да. Вот Надежда Леонидовна пишет, что отличные книги ребятам нравятся. Говорит Анатольевна в чеке. Интеграция. Да, действительно, и куда мы говорим интеграция? Ну, по сути, да, межпредметность, межпредметность, не путаем с межпредметностью, да, интеграция, это в принципе очень соминичные слова, а вот все-таки почему они будут именно интеграционные, да, межпредметные? Это ясно. Язык всегда тянет всю культуру и жизнь. Язык как средство общения. Ага, подсказку дам. А на иностранном языке у нас есть, например, какие-то тексты, вот вы так можете насквозь сразу вспомнить, про иностранный язык, про английский. Я думаю, такой текст будет у нас за весь учебник один раз участвовать. Да, действительно, потому что у нас требуется на нашем уроке, да, на уроке иностранного языка, требуется знание из разных областей и много предметов затративаются. Потому что у иностранного языка, потому что у иностранного языка нет своего предмета речи. Да, вот именно поэтому, как правило, по предметно-содержательной области, проекты у нас будут межпредметные. Давайте посмотрим. Ну да, конечно же, а куда без современных средств? Согласна. Пример из мили для четвертого класса. Смотрите, да, здесь сразу же опять слева страничка из учебника, справа страничка из рабочей тетради. Что от нас требуется? От нас требуется написать о каком-то знаменитом человеке, почему этот человек нам нравится, да, его нужно выбрать и написать. В принципе, нас здесь никто особо не ограничивает, да, мы можем написать о каком-то нам знакомом человеке, но, тем не менее, можем мы и написать об известном человеке, которого мы не знаем, но про него обязательно какой-нибудь текст читали. Либо, да, как справа мы с вами видим, ребята читают текст о Льюисе Кероле и после этого делают такой небольшой квиз, да, сами составляют какие-то загадки, которые после этого сосед по партии может решить. Тоже такое проектное задание. Проектная задача перед ним в любом случае стоит. Примеры из редап, да, то есть до этого мы видели, у нас была связь, например, с литературой, да, там, где мы говорили о Льюисе Кероле. Либо, да, если мы говорим о каком-то известном человеке, у нас в любом случае будет связь, да, с миром, да, технологий, которые выходят за рамки предмета, да, это просто будет связь с миром, с другим, да. Редап для четвертого класса. Ребята у нас либо, как на страничке слева, да, смотрите на 86-й, они у нас заполняют таблицу, они разговаривают о талисманах Олимпиад, то есть они здесь связаны, такой проект будет связан с спортом, с физкультурой и так далее. То есть ребята разговаривают об Олимпиаде. Либо, как справа мы видим, да, здесь они рисуют, опять же, сами, талисман Олимпиады. Как вы думаете, интересно им будет такую связь провести между спортом, уроком с культурой, да, на котором все-таки они говорят, как правило, об Олимпиаде, и иностранным языком. Да, пишет Яна. Все-таки, я думаю, им интересно то, что им ближе, да, для себя. Вот Сананисина пишет. Практические задания с вырезаниями, карточками очень помогают не терять внимание ребенка к уроку. Тоже с новыми интересными фактами любых тех, которые дети узнают на уроках английского, в том числе и в редактами помогают очень. Выход в жизнь – это важно, пишет Маргарита Анатольевна. Да, то есть они у нас выполняют проекты интереснее, задорнее и легче, именно те, которых они, грубо говоря, да, все абсолютно понимают. Оно им очень близко к жизни. Здесь они встречаются, да, с талисманом Олимпиад, какую-то Олимпиаду они наверняка смотрели, по телевизору с родителями, да, вот, например, последнюю, и им это будет действительно очень-очень интересно. Да, социализация посредством проектной деятельности. Очень хорошая формулировка. И лексику они, соответственно, лучше запомнят. То есть в любом случае у них освоение языка не будет связано, знаете, с какой-то рутинной работой, не знаю, привязанно все это, допустим, как-то к учебнику, да, и вот прям ни влево, ни вправо. Нет, зачем? Они могут принести свои какие-то знания и жизни, да, плюс свое творчество. То есть если дети любят рисовать, а как правило, большинство детей в начальной школе очень любят рисовать, замечательная, да, такая стойкая будет мотивация, причем, да, не оценочного характера, потому что то, как мы оцениваем проект, это отдельный абсолютно разговор, но я сегодня все равно в конце затрону обязательно о средствах оценивания. Да, вот Ольга пишет. Действительно, с ребятишками младших классов и самим нам интереснее работать, когда есть такие задания. Да, когда не просто, да, все связывается только вот с обучением грамматики и лекции. Можно это все сделать гораздо веселее и интереснее. По характеру координации проекта выделяют либо непосредственный, да, то есть проект с непосредственной координацией, либо его называют жесткой координацией. Может быть, правда, да, и гибкой координацией, то есть когда педагог все равно как-то контролирует по шагам выполнения, но делает это не в строгой форме, то есть прямо ему нужно отчитаться о том, вот провели ли вы исследование, пришли к нему, отчитали. Нет. Когда гибкий, то это значит просто в течение того, как ребята выполняют проект, он подходит и просто у них немножечко как-то с этим всем интересуется. Да, а вот вы проводили исследование, да? Ой, а как вы его проводили, да? А кого вы спрашивали? Замечательно, а сколько у вас получилось ребят вы опросили, допустим, когда рисуете, да, открытку? А почему выбрал именно там ответ, да, Вася, Петя, Маша и так далее, да? То есть они немножечко близки, но, тем не менее, можно, в принципе, не очень жестко за ребятами следить, чтобы им это больше нравилось, да, больше самостоятельности было. Либо по характеру координации проекта он может быть скрытый. То есть когда учитель выступает в качестве участника проекта, то есть он может присоединиться к группе, особенно если, да, большая группа, у вас, допустим, из 10 человек, они все решили работать вместе, не делиться на две группы, а все вместе поработать. Почему бы не присоединиться к ним и не работать таким, не знаю, может быть, умом, да, просто подсказывать им что-то очень интересное, то, что они спросят, да, какое-то, может быть, слово, чтобы не ошибиться на, когда будут писать, скажем, свою фамилию на английском, да, вот скажите им, чтобы, например, книжка вышла с очень красивой подписи. Еще может быть что-то, что вы взрослым взглядом увидите, а дети маленькие, особенно второй, третий класс, они этого не заметят. По характеру координации проектов, по характеру контактов, выделяют среди учащихся одного класса или школы, то есть это те проекты, которые мы выполняем с вами очень часто, да, среди учащихся одного города, это проекты, как правило, в рамках Декады наук, либо в рамках конференции какой-то городской, среди учащихся одного региона, да, то же самое, здесь уже, когда ребята либо по интернету с педагогом занимаются такими проектами, и среди учащихся разных стран мира, это, конечно же, высокий уровень, но, тем не менее, я вот знаю такие примеры, когда ребята в четвертом классе такие проекты выполняли, это было подобие, знаете, веб-квеста, ну, вовсе, начальной школы, вот такие коллеги тоже здесь. Характер, как правило, смешанный, в зависимости от включенности детей в проектную деятельность. Да, характер координации, на основном, если он не имеет в виду. Да, он в любом случае будет смешанный, потому что и групповые. Здесь мы на своих занятиях, да, как правило, используем все три типа, они могут быть индивидуальные, парные и групповые. Чаще, конечно, они у нас групповые, потому что таким образом можно затратить меньше времени на выполнение проекта, и при демонстрации проекта их будет, итоговых результатов будет меньше. Например, если две группы, будет, скажем, две книги презентуют, либо два фамильных древа и так далее. По продолжительности проекта они будут краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные – это, естественно, когда у нас, да, один-два урока, а среднесрочные отречаются от долгосрочного тем, что они среднесрочные – это от месяца до полугода, а все, что более полугода, будет уже называться долгосрочные. Опять же, в начальной школе мы, как правило, долгосрочные проекты не практикуем. В 9 классе – защита индивидуального учебного проекта. В связи с этим в нашей школе защищаются 5 класса только индивидуальные. Правильно ли это? Хочется ли групповые? Это зависит от того, что есть в локальном акте школы? Нет. Вот смотрите, я так полагаю, что вы спрашиваете проекте в рамках декад науки, я так думаю. Правильно? чтобы я тоже отвечала более предметно, не растекаясь куда-то водой. В любом случае, коллеги, групповые проекты, они, конечно же, я не знаю, не нужнее, потому что ребята работают в сотрудничестве. А, нет как подготовка к защите в 9 классе. Защита в 9 классе. Интересно, что мы можем защищать в 9 классе? Я вот, не знаю, вы его помните только, что мы защищали проект географии в классе в 10-м. Это было очень-очень давно. Да. То есть, если у вас это где-то определенно, конечно, прописано, то против этого, против лома нет приема, вы не пойдете. А если, да, если вы имеете в виду именно защиту индивидуального проекта, то, естественно, она же зафиксирована у вас, да, в документе, потому что изначально она из ГОС берется. Поэтому, соответственно, да, здесь у вас как подготовка должен был делаться упор именно на индивидуальные проекты. Но, в принципе, как бы никто не исключал того, что проекты могут быть и групповые, и парные, и а то у вас ребята получатся научиться только за себя работать, а за группой работать они в коллективе не смогут. Кого мы тогда просто с вами выпустим в итоге в студенты, да? Смотрите. Ребята будут уметь работать только самим собой. Никого не будут слушать, все индивидуально, да, такие, не знаю, подростки-эгоисты получатся. Если для какой-то определенной цели требуется научить их делать индивидуальные проекты, никто это, конечно же, не запрещает и только приветствует. Учите, это действительно необходимо. Но для того, чтобы научить их, да, жить в социуме, в котором у нас везде окружают люди, поэтому нужно их еще и научить и выполнять парные хотя бы проекты, да, чтобы они хотя бы с одним человеком не поругались, да, а если ругаются, то научить их, как решать конфликтные ситуации. Это, кстати, все тоже входит в ГОС, предметный результат. То есть, куда без этого? Нам как минимум, да, метапредметные результаты в ГОС и личностные результаты в ГОС тоже предписывают, чтобы ребята умели работать с коллективом, да, в коллективе, друг с другом. Вот, соответственно, да, вы правильно боитесь, я бы вам советовала еще и на своих занятиях ребят хотя бы развивать по парам. В принципе, индивидуальный проект и индивидуальный проект, конечно, но можно же еще ввести какие-то мини-проекты, да, и они могут быть парными. Параметры внешней оценки проекта. Мы дошли с вами до этого слайда. Я их взяла по книге Евгения Семеновна Полот. Да, вот я сразу пока пока я не перешла к оценке, вот коллеги пишут еще обзор, да, из личного, да, индивидуальные проекты или групповые. Вот Семеновна пишет, индивидуальный проект это способ проконтролировать индивидуальное участие каждого ребенка. А вот во время защиты индивидуальных предложить объединить все проекты в один итоговый, дает возможность обучить дискуссионному обсуждению, общему планированию своей совместной работы и так далее. Да, и Любовь Александровна пишет, моим интересно работать в группе. В принципе, всем ребятам интересно работать в группе, хуже будет, если их до 9 класса ни разу этому не учили, да, они в 10-й пришли, к примеру, или в институт, да, или в колледж, они, допустим, пошли у нас, пришли, и ничего у них не получается работать в группе, они только друг с другом будут лишний раз ругаться. Итак, по параметрам внешней оценки проекта, да, еще раз говорю, что они взяты по книге День Семеновна Полова, то есть их формулировала не я, они взяты из книги. Итак, это значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематики. Здесь, что говорить об курсах, да, или о каких-то уже пособиях, которые нам в подсказку даны, чтобы из них можно было брать проекты, конечно же, по проблемам уже выдвигаем, не мы, проблемы за нас уже выдвинули авторы. Единственное, что, конечно же, мы можем положиться на мнение авторов, потому что оно основано на примерной программе, и то, что ребята в любом случае должны освоить к концу, соответственно, четвертого класса, девятого и одиннадцатого, соответственно. Корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов. То есть они должны у вас научиться правильно выбирать методы исследования. Если им нужно что-то узнать у ребят, они должны знать, что они должны провести небольшой опрос. или анкетирование. И, соответственно, научиться это все тоже проводить. Правильно, заранее какие-то листочки раздать, допустим, вопросы сформулировать, формулировать вопросы правильно и так далее. Активность каждого участника проекта соответствует с его индивидуальными возможностями. То есть нужно следить за тем, чтобы каждый ребенок в группе старался проявить как-то себя. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо умеет оформлять, что-то подписывать, кто-то умеет хорошо подбирать иллюстрации, кто-то замечательно делает поиск в интернете какой-то информации, умеет правильно делать запросы. Этот ребенок, каждый из них, может научить своих коллег по группе тоже это делать. Соответственно, вот такая волна будет у нас по группе проходить, кто-то один что-то правильно нашел, другие его спросят, а как ты это сделал, он их научит, и, соответственно, у нас работа над проектом, работа в группе будет просветительствой. Да, вот Анастина пишет, что даже собирает своих ребят, работая репетитом, небольшие такие мини-группы по 2-3 человека. С привлечением и знанием из других областей проблема. С привлечением и знанием из других областей может быть проблема, если ребята вообще, не знаю, крутятся только в рамках урока английского языка, когда они у вас изучают только грамматику и лексику. Если же вы на занятиях проходите с ними по какому-то определенному учебнику, там в любом случае будут какие-то тексты о писателях, о стране изучаемого языка. Соответственно, у них будет накапливаться эта база знаний, и они могут ее воспользоваться. Так что это, в принципе, не такая большая, я думаю, проблема. Итак, коллективный характер принимаемых решений. То есть, ребята именно в группе смогли принять то или иное решение. Мы это тоже у них оцениваем. Характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемость участников проекта. Если один не смог с чем-то справиться, либо ему была порочена какая-то работа, он заболел, то, естественно, не пришел на урок. Другие участники проекта должны его уметь восполнить. То есть, такое звено, которое выпало на несколько уроков, допустим. Необходимая достаточно глубина проникновения в проблему, привлечения знаний из других областей. То, что коллеги пишут, у них возникают с этим проблемы. В принципе, если они глубоко в эту проблему умеют грузиться, то есть, скажем, если они хорошо прочитали текст об олимпийских талисманах, заполнили, как у нас там было в примере, после этого таблицу, они с этим уже хорошо поработали. Вы можете им предложить посмотреть дома запись с Олимпиады, допустим, с последней Сочи. Посмотреть, как выглядят эти талисманы Олимпиады, после этого уже рисовать свой, делать ему подпись и объяснять, почему он выгоден. Вот, пожалуйста, вам привлечение знаний из области спорта. Доказательность принимаемых решений умение аргументировать свои заключения и выводы. То есть, когда ребята презентуют свой проект, они должны быть готовы к тому, что им будут задавать вопросы, и, соответственно, они должны знать, как на них отвечать, уметь на них отвечать. Главное, не молчать. Эстетика оформления результатов проведенного проекта. Естественно, красиво оформленный проект, будь то слайд-презентация или какой-то даже кормушка для птиц, либо древо семейное, оно должно быть оформлено эстетично и красиво. Умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы. Каждый должен уметь отвечать на вопросы. Не один отдувается за всю группу, а каждый. Например, проект из happyenglish.ru для четвертого класса «I want a holiday». Что требуется? Нужно рассказать одноклассникам о том, как ты ездил в отпуск, показать их фотографии и ответить на их вопросы. После этого они слушают рассказы каждого в классе, в группе и задают вопросы уже тем, кого он прослушал. И выбирают в итоге рассказ, который им понравился больше всего. Смотрите, здесь уже четко разложенная проектная задача. Есть, что представить, есть тема. Связь у нас здесь с самим собой, со своей жизнью, то есть темой family. Куда ездил этим летом. Как правило, одноклассники у нас все тоже куда-то ездили, с родителями, с бабушками, с дедушками. И в принципе уметь потом организированно объяснить, почему тот или иной рассказ больше понравился, тоже для них будет такой своеобразной задачей, которую они смогут выполнить. Либо проект, посвященный школьной форме, например, тоже с happyenglish.ru для четвертого класса. Ребята находят фотографию школьной формы, которая им нравится, описывают ее. В классе они читают описание своему соседу по парте, не показывая рисунок, не показывая ту иллюстрацию, которую они описывали. А сосед должен нарисовать со слов одноклассника эту школьную форму. Вот такое замечательное задание. И в конце они представляют школьную форму, которая нравится уже всему классу, объясняют, почему она нравится, и для этого у них даже есть специальный перечень слов и выражений. Да, главное, он интересный такой проект. В чем же, в принципе, преимущество групповой работы перед индивидуальной работой? Мы посмотрим с точки зрения детей, с точки зрения педагогов. С точки зрения детей они получают эмоциональную содержательную поддержку, без которой многие из них вообще не могут включиться в общую работу класса без принуждения. У робких и слабо подготовленных детей развиваются симптомы тревожности, а у лидеров портится характер. Когда у нас в группе, а, как правило, в каждой группе есть и лидер, есть и средненькие ученики, которые готовы просто посидеть тихонько, но они все могут, они все умеют, рисовать они умеют, и петь, и стихи читать, но предпочитают не выделяться. И есть те, кто наоборот хочет просто где-то за кого-то спрятаться и ничего не делать. Вот для детей преимуществом будет наступать то, что они будут все вместе собраны в одной группе. Там будет и слабый, и сильный, и лидер, и просто такой обычный нормальный ребенок. То есть они все будут по характеру в итоге, после того, как выполнить проект, где-то перекликаться. Возможно, лидер поймет, что он не такой уж во всем, не так во всем и хорош. Найдется кто-то из ребят, кто сможет чем-то подсказать, помочь, с него спеть спеть немножечко. То есть когда такой лидер будет готовить проект каждый раз индивидуально, у него, естественно, испортится характер, потому что это будет такой своеобразный иголистый маленький. То есть нет, конечно, когда они работают в группе, такого уже не будет. Дети также имеют возможность попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и внимания всего класса. Потому что когда они готовят проект в группе, они общаются в своей маленькой подгруппе. То есть в группе делить, например, на две, скажем, пять человек, по пять человек, и они готовят проекты. Им так удобнее, потому что если они в чем-то боятся ошибиться, они об этом скажут только тем четверым, то есть им поделятся это еще своими четырьмя одноклассниками, а не будет это выставлять сразу на показ педагогу или всему классу. Для них это важно. Приобретают опыт выполнения важнейших функций, заставляющих основу умения учиться. Здесь у нас и контроль, и оценка, и целеполагание, и планирование. Всему этому учатся именно при работе в группе. с точки зрения педагога. Он использует дополнительные средства вовлечения детей в содержание обучения, мы об этом говорили, это такая дополнительная мотивация. Органически сочетает на уроке обучение и воспитание, одновременно строит личностные, эмоциональные и деловые отношения детей, мы все это уже проговорили, я думаю, даже не надо объяснять, и ведется тематическое наблюдение, мониторинг за формированием учебного сотрудничества в классе, то есть он для себя педагог может помечать. Вот первый раз группу собрал в таком составе, одна группа такая, вторая группа такая, вот здесь не получилось то, здесь не получилось это. Значит, я для себя как-то помечу, либо на следующем проекте, если будет все точно то же самое, они не будут спотыкаться на одном и том же, значит, группу нужно по-другому переформировать, значит, в этом составе группы не сработало. Разобраться с этим, почему не сработало, из-за какого-то там, может быть, члена группы, либо, может быть, неправильно сформулирована проектная задача, или что-то было непонятно. Обязательно в этом нужно во всем будет разобраться, и когда он такой небольшой мониторинг проведет, последующий проект будет выполняться все с большим и большим качественным результатом. Ну вот как раз к основному я прокомментирую, то есть, а ведь главное, что сравнивать свою работу с наиболее интересными, да, это практически то же самое, что сравнивать с точки зрения ребенка, да, свою работу выполненную с эталонной работой, да, а соответственно это такой метод-предметный результат по год, которого мы достигаем. Посмотрим с вами на какие упор, на какие умения в формируемой процессе выполнения проектов согласно планируемым результатам в год у нас получается делать. Из личностных это развитие умений достигать взаимопонимания и согласия, повышение мотивации учащихся, развитие творческих способностей, развитие личностных качеств, доброжелательности, толерантности, любознательности, патриотизма, формирование основ гражданской идентичности. То есть практически на каждом проекте мы можем это все увидеть. Метапредметное это умение работать с информацией, то есть, например, с текстом, с сайтами, на которых есть какие-то тексты и картинки. Умение работать с инструкцией, то есть выполнять пошаговые рекомендации. Умение анализировать информацию, делать обобщения, выводы. умение работать с разнообразными справочными материалами, умение вести исследовательскую деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в учебной деятельности, умение генерировать идеи, находить не один выход, умение планировать свою деятельность, прогнозировать последствия, а также контролировать, проводить самоконтроль, взаимоконтроль и, конечно же, еще и развитие и КТ-компетенции тоже происходит. Все это относится к метапредметным результатам. В одном проекте сразу сколько всего можно достигнуть. С точки зрения предметных результатов, здесь использование видов речевой деятельности, знакомых для школьников ситуаций, для решения задач на изучаемом языке, потому что, естественно, каждый проект сделан на языке. И развитие умений представить результаты своей работы на изучаемом языке. Здесь развитие именно коммуникативных таких качеств, презентации проекта. примеры из ряда для второго класса. Нам нужно прочитать инструкцию и сделать поделку веселый клоун. Смотрите, есть здесь эталонный вариант, девочка с получившимся у нее клоуном, то есть ребята могут сравнить свой итог с тем, что нарисовано на картинке. Так вот, проект из мили для второго класса, My favorite suit. Ребята на тарелку раскладывают, вырезают сначала, из специальной страницы и наклеивают какую-то определенную виду. Они формируют такую красивую тарелку, как великий шеф-полк. Либо проект из happyenglish.ru для третьего класса. Ребята используют интернет или книги, или справочную литературу, пишут, что могут или не могут делать животные, после этого готовятся к игре верю-не верю. И если в утверждениях есть незнакомые слова, то они записывают на доску и переводят для того, чтобы снять трудности перед тем, как играть в игру. То есть ребята готовятся к проведению игры. Это тоже будет такая проектная задача. Happyenglish до третьего класса. Проект такой, да, совсем творческий. очень вкусный проект, потому что ребята готовят пирог для мамы. Есть опять же салонный вариант, есть пирог в форме сердечка, красиво украшенный, есть рецепт, есть ингредиенты, которые необходимы. Приготовить для мамы пирог, воспользовавшись английским рецептом со страницы 54 и украсиво. И второе задание. Приготовить свое собственное блюдо, но не забудьте писать, какие продукты нужно для его приготовления. То же самое, но уже со своей точки зрения. Мы добавляем какой-то свой проект. Либо ребята готовят проект, посвященный своей семье, а именно еще и внешности. Для этого они используют и рабочую тетрадь, посмотрите. Им данная специальная табличка, какие могут быть губы, нос, волосы, глаза, уши, тело. Они либо приклеивают фотографии, либо рисуют родственников и описывают. Налья Владимировна пишет, такие проекты очень интересны для детей, на собственном опыте. Мы готовили сальвичи и салаты на уроке. Конечно, потому что, когда мы сталкиваемся с рецептом, не всегда есть все, полностью все составляющие, которые нам прописывают в ГОС. И инструкция. Нужно проанализировать эту инструкцию, с ней сработаться, найти, как правильно подойти к каждому какому-то продукту. Мы моторику у них развиваем, когда они даже банально перемешивают ложкой салат. Или когда они красиво пытаются нарезать сэндвичи. Пожалуйста, здесь есть абсолютно все. Все это в проектной деятельности реализуется. Такой проект, когда они пользуются планом, предполагают, где они спрятают, могут спрятать сокровища и описывают путь к этому сокровищу на специальных линейках внизу. Во-первых, там, где коллега написала об сэндвичах и салатах на уроке. Итогом урока в лакминге рецепт, написанные детьми. То есть, посмотрите, здесь у нас в учебнике предполагался один такой рецепт, на него надо было написать ингредиенты, а здесь целая книга. Оксана Суверина пишет, что моя коллега организовала очень интересный международный проект. Мы отправили посылки с рисунками, фотографиями игрушки Чебурашка Снеговика в американскую школу. Школа ответные посылки с их национальными игрушками. Здорово. Я надеюсь, что когда придет вам в ответ, вы будете на самом деле поделиться на форуме, например, на предаблении с .ру. Как часто уместны проекты? Два в четверть или больше, меньше? Старайтесь придерживаться того, что вам пишут авторы. Когда у авторов запланирован проект, лучше его ни в коем случае не пропускать, а выполнить. Вы же заранее планируете календар автоматическое планирование, когда готовите, когда у вас будут проходить проектные уроки. Либо вы планируете резервные часы, либо еще как-то. Вы смотрите уже исходя из того, сколько часов, как у вас все это реализовано, какой УМК и так далее. Примеры для второго класса из рабочей тетради. Здесь он интересен тем, что они делают не просто рисунок, ни в коем случае. Не просто загадывают какую-то загадку, они делают такую головоломку. Им нужно нарисовать мешочек, в нем нарисованы какие-то определенные вещи, потом это все закрашивается черным и по силуэтам нужно написать, какие же там подарки скрываются. После этого нужно сделать такую же головоломку по такому же образу и подобию, но уже самому. Что-то, например, спрятать в мешочке, в коробочке и так далее. Главное, чтобы это все было черным закрашено и по силуэтам уже посетку аппарата должен описать, что же там внутри находится. Для этого у них есть специальное описание, есть опять же инструкция, как и, например, в таком, в такой головоломке. Сделай головоломку для своего друга, для этого напиши три предложения, разрежь их пополам, перемешай половинки и попроси друга составить предложение, то есть обратно вернуть части между собой. Либо, когда они пишут, как здесь, перед вами сейчас на слайде, в проекте, они описывают погоду в своем родном городе, для этого они рисуют город, который находится в данный момент, да, вот в такой вот, да, именно в том времени года, в той погоде, описывают, да, где они живут, где это находится и так далее. То есть для этого используют слова, например, здесь это из специальной рамочки. либо, когда они делают сороконожку, для того, чтобы тоже дать до выхода в речь. Все, как мы видели до этого в втором классе с роботом. Они делают сороконожку, после этого они общаются на ее тему, насколько она у них получилась длинная, какого она цвета и прячут где-то, каждый прячет где-то свою сороконожку, поделку и спрашивает, где она находится. Если по инструкции соседов по парке второй ребенок правильно нашел эту сороконожку, то проект можно считать выполненным. Примеры с happyindish.ru для четвертого класса нужно рассказать одноклассникам о любимой книге и задать вопросы о любимой книге. Затем послушать рассказы всех одноклассников и ответить уже на их вопросы. Самое главное, что к этому проекту у нас есть подготовка, потому что есть специальный план заранее в рабочей тетради. они готовят рассказ о своей любимой книге по плану. Смотрите, 8 пунктов. Я так чувствую, что в чате у нас сейчас еще и проект будет организован для ребят. Я даже не знаю, получится он всероссийский или международный, то есть откуда участие у нас. Итак, проект это поиск решения новых задач. И расширение когнитивного развития ученика в наибольшей мере способствует именно предоставлению и возможности исследовать окружающую среду и воздействовать на нее. То есть посмотрите, именно предоставлять возможности исследовать. Мы не должны убивать в ребятах желание проводить какие-то исследования, потому что дети у нас с самого рождения все время что-то исследуют. Они где готовы засунуть пальчики, потрогать, я не знаю, комфорку горячую и так далее. То есть здесь все то же самое. Мы должны им разрешать что-то исследовать. Мы только должны правильно направлять. Обязательно следить, чтобы они в том случае ничего не натворили с собой. Обучая детей конкретным навыкам, мы лишаем их шанс сделать собственное открытие. Все это это цитата Жан Пяжи, известного психолога. Я уверена, что вы его работы не раз читали. То есть мы должны как педагоги предоставлять ребятам возможности делать открытия. Какие же все-таки у нас обрисовываются золотые правила работы над проектом? Не стоит перегружать учащихся, потому что когда у них очень много пунктов в проектные задачи, они могут что-то не успеть либо слишком поторопиться и, соответственно, результат будет плохим. Охотно предоставляйте направляющие указания. Если ребята подходят за советом, не с тем, чтобы вы за них что-то сделали, а лишь за советом, спросить хотят у вас вашего компетентного взрослого мнения, конечно же, предоставляйте им эти указания. Устанавливайте ограничения. Для чего? Для того, чтобы вы точно за намеченное вами время успели провести проект, чтобы он не перерос у вас из одного урока в два, из двух, три и так далее, только потому, что у вас затянулось это по, допустим, защите проекта. Соответственно, у вас есть, например, ограничения по времени либо по количеству слайдов, по количеству иллюстраций и так далее, по количеству, может быть, каких-то слов в подписи. Такое, в принципе, тоже может быть. Главное, чтобы вы точно знали, что за намеченное вами время ребята успеют в этом во всем разобраться и подготовиться на качество. Научите ребят заранее предупреждать о проведении опроса, интервью или анкетирования, чтобы они делали этот опрос, например, не на уроке, когда уже вы выполняете проект, а заранее, то есть как домашнее такое задание. По мне это может быть. Не только принести ножницы, бумагу, клей, а еще и провести небольшое анкетирование, провести интервью. Сейчас ребята все очень хорошо в технике разбираются, они могут это сделать и не выходя из дома. До начала урока убедитесь, что имеется все необходимое оборудование. Ножницы, клей, ватман и так далее. То есть обязательно все-все-все проверьте, потому что это уже зависит именно от вас. Даже если вы поручили принести что-то ребятам, если они, допустим, забыли купить ватман, не смогли купить ватман, у вас срывается проект, и виновата в этом вы. Не дети, потому что с точки зрения детей, они будут только расстроены от того, что одна группа все смогла сделать на этом занятии, а они, допустим, действительно не смогли что-то принести. Может, они банально забыли. Все-таки это дети, на это стоит делать скидку. Обязательно проверяйте, чтобы работала вся техника, еще до начала урока, чтобы работала интерактивная доска, чтобы звук из колонок был хороший, чтобы компьютер все-все работал. Не игнорируйте проект учащихся, уделяйте внимание, что обозначает это золотое правило. Часто бывает, что у нас ребята хотят поделиться на, допустим, не две группы, а три-четыре группы. Если особенно класс большой, допустим, 24 человека, они не делятся. У вас все 24 сидят на занятии. Конечно же, на две группы поделить их было бы логичнее, да, 12, но не все дети хотят работать в таких больших группах. Они порой хотят разделиться на более мелкие, по 4-5 человек. Предоставьте им, конечно, эту возможность, но помните, что вам нужно так распределить время, чтобы каждый ребенок смог выступить при защите своего проекта от группы. То есть, имейте в виду, что это не один выходит от группы и, да, отторопанивает текст выступления, который заранее там кем-то другим вообще написан. Ни в коем случае они должны каждый как-то поучаствовать, каждый что-то сказать, а вы должны к этому проявить внимание, потому что для них это важно. Они еще маленькие, мы говорим сегодня на начальной школе, да, они еще маленькие, для них каждое достижение, которое они сделали, книга, дерево, фамилия дерева, какая-то подделка, это все для них очень-очень важно и считается весомым. И помните, что, да, проекты учащихся это что-то большее, чем просто работа в классе. То есть, всегда можно в начале четверти не сказать, что ребята, в конце четверти нас будет ждать несколько таких прекрасных уроков, вы прям будете очень-очень им рады. Они тут же начнут спрашивать, что за уроки, почему они будут им рады, почему бы вам не сказать, что это будет, на какую тему, до конца не раскрывайте всех подробностей, а как такая своеобразная, скажем, реклама, да, все как у нас на телевидении делается, да, половину показали, а что дальше будет самое интересное, скройте. Исследователь формируется не на третьем десятке лет собственной жизни, когда поступает в аспирантуру, а значительно раньше того времени, как родители впервые приведут его в детский сад. Да, цитата Александра Ильича Савенкова. Смотрите, чем цитата интересна второй своей части. То есть, исследователь формируется еще даже раньше того времени, когда родители приведут ребенка в детский сад. То есть, они у нас исследователи с самого рождения. На слайде сейчас рекомендуемая литература, это то, что использовала я для подготовки к вебинару, то, что, может быть, вам будет интересно почитать, может быть, вы уже что-то неоднократно читали, для вас. Те, кто уже спрашивает, когда код будут, наверное, очень сильно устали. Поэтому я как раз говорю, что у меня практически все. Напоминаю вам, что у нас до 1 ноября принимаются работы на конкурс «Лучшая методическая разработка 2015». Приглашаем поучаствовать, чтобы найти конкурс. Заходите на www.english.ru, выбираете вкладку «Форумы» и открываете вкладку «Конкурсы». Там вы найдете всю необходимую информацию, положение о конкурсе. Напоминаю, что первый приз у нас денежный, так что заходите, смотрите, номинаций несколько, выиграете всех здесь возможность. Есть мы в социальных сетях, я думаю, что, в принципе, те, кто сегодня здесь присутствует, у нас сейчас 151 человек, все уже вступили в те или иные группы и подписались на те или иные страницы, но, в смысле, кто еще не с нами. Подходите, подписывайтесь, будем рады вашим вопросам, участиям в анкетированиях, вопросах и так далее. Пожалуйста. You're welcome. Интернет-магазин, ссылка перед вами на слайде, на всяких пожарных и еще дубль того, где мы есть, чтобы вы могли нас найти. На этом у меня все. Есть ли ко мне какие-то вопросы? Так, вот коллеги пишут. Магрия Анатольевна, спасибо, хотелось бы ослабить проект на деятельность в среднем. Возможно, по среднему звену вебинар был, я проводила, не скажу вам сейчас, когда, скорее всего, это была осень 2014 года. Могу вам ссылку сейчас дать, когда пройдет вебинар. Очень рада, что после прослушивания вебинара у вас появилось много идей. Это очень, значит, продуктивно мы сегодня с вами поработали. Стройно, интересно, полезно, спасибо. Коллеги, вам спасибо, что пришли. Да, ссылку я дам пока. Так, презентация и видеозапись вебинара будут доступны на форуме, где всегда, на 3wngutits.ru. Так, все же оценивание оцениваем. Коллеги, про оценивание напомните мне еще раз, что я вам забыла сказать. Последний вопрос у нас остался про оценивание. Сейчас я выясню от участников вебинара, что подразумевает под оцениванием. Оценивание проекта мы с вами посмотрели. Да, а, вот как не обидеть маленьких творцов, в которых не все получается. Ага, смотрите, значит, что касается оценивания. Параметры оценки лучше брать уже кем-то сформулированные. Например, те, что я сегодня давала на вебинаре по единственным полотам. Профессор, доктор наук уже все за нас сделала, выделила. Нам стоит этим воспользоваться. Я вас призываю к тому, чтобы вы их отредактировали под себя. Одно дело уже взять готовое и посмотреть, что вы на том или ином проекте можете из них взять, а что вы на этом проекте, как-то, первый пункт, правильный выбор темы. Какой правильный выбор темы? У нас уже тема есть, тема нам учебникам задана. Соответственно, этот пункт мы с вами выкидываем. Все остальные пункты, как правило, подходят практически к каждому проекту. Вы на всякий случай перепроверяете. Правильно, там параметры. Критерии разрабатываются к параметрам. Вы можете сами назначить те или иные критерии под каждый параметр. Главное, чтобы они у вас были на занятии абсолютно идентичны для всех групп. Не так, чтобы вы кому-то поставили и объяснили это, что вам, допустим, за этот параметр два балла, а в вашем состоянии за второй группе за этот параметр три балла. Тогда, конечно же, ребята расстроятся, потому что, да, вы спросите, с разницу выдали в один балл, непонятно почему, объяснить не смогли и так далее. Если вы четко напишите, что, допустим, ноль баллов они получат, если у них абсолютно неэстетичный проект оформленный, а, допустим, получат пять баллов за эстетично оформленный проект, старайтесь не брать что-то посередине, берите какие-то четкие цифры, допустим, ноль и единица, не знаю, в итоге у вас все равно получится определенная сумма. Вы же делаете проект не для того, чтобы их именно за него как-то оценить, чтобы их поощрить или, да, наоборот, расстроить. Вы делаете проект для того, чтобы повысить мотивацию обучения у этих ребят. Соответственно, вы должны не столько быть привязаны прям вот обязательно к оценке, а именно вот к тому, чтобы ребят это только больше заинтересовало. Вот, да, вот именно с точки зрения валидности я и говорю, то есть вы смотрите, заходите с той, точки зрения, что вам нужно у ребят не отбить желание, а наоборот, только его привить. Потому что за вас никто не разработает критерии по оценке, они всегда, как правило, у всех какие-то свои, даже на декадах наук, вспомните, да, листы оценки, например, работ проектных на декадах наук. Вы приходите, а у вас просто стоит перед фактом, что вот за этот параметр будет от нуля до пяти, и вот почему там поставили кому-то один, было кому-то два, кому-то три, как правило, нигде не объясняют. То есть вот это, конечно же, будет абсолютно невалидно. Если у вас будут какие-то две формулировки, да, либо ничего, либо сколько-то, то все-таки выбирайте ближе вот второй вариант с двумя какими-то определенными отметками. Так, презентация будет на форуме www.english.ru в разделе издательства титул, семинары и вебинары, презентации с вебинаров. Да, оцените достижения своих учеников, а не среднестатистически. Я так думаю, что вы заждались уже кода для генерации сертификата. Даю код в чат. Думаю, что слайд вам уже этот не нужен. Вам нужен слайд «Как получить сертификат». Коллеги, спасибо большое. Я так вижу, что больше, в принципе, вопросов ко мне нет. Буду с вами прощаться. Если кому интересно, приходите сегодня еще в 5 часов. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok